Дикие волки спасли беременную женщину во время бури. Если бы не свидетели, обнаружившие Мэри в окружении волков, никто не поверил бы в эту историю. Оказавшаяся в снежной западне американка Мэри Крайник родила здорового малыша весом 3,4 килограмма. Помощь при родах ей оказала стая волков, которая как бы ассистировала при родах. Они считали меня членом их стаи, вспоминает 25-летняя секретарша из Талкетны на Аляске. Если бы не их забота, мой малыш не выжил бы. Волки согревали нас, облизывали новорожденного. Один из них перекусил пуповину, помогли мне взять ребенка, чтобы покормить, охраняли нас, пока не подошла помощь. Мэри Крайник была на восьмом месяце беременности, когда, возвращаясь домой, попала в жуткую метель. Машина съехала с шоссе и увязла в сугробе. Мэри выбралась из машины, надеясь, что ее подберет попутка, но метель все усиливалась. Отчаявшаяся женщина решила идти к городу пешком. Она с трудом одолела около 800 метров. И тут у нее внезапно начались родовые схватки. Приметив неподалеку место, где было меньше снега, Мэри с трудом туда добралась и из-за боли и страха потеряла сознание. «Пришла в себя через несколько минут», вспоминает Мэри. «Моя голова лежала на спине огромного волка, наверное, вожака стаи. Остальные волки, а их было около девяти, окружали меня тесным кольцом, заслоняя от вьюги. Я даже не успела испугаться. Минут через двадцать я родила ребенка». Одна волчица осторожно перегрызла пуповину, а потом вместе со своей подругой вылизала ребенка. Остальные волки прижимались к Мэри, согревая ее. Мэри пыталась взять на руки малыша, но не хватало сил. Та же волчица, перегрызшая пуповину, носом подтолкнула к ней ребенка. Малыш плакал, и это означало, что он жив. Мэри дала ему грудь. «Волки все время находились около меня, плотной стеной охраняя от снежной метели. Я была как бы членом их стаи, нуждающейся в помощи. Вожак стаи слизывал снег и слезы с моих щек». Знакомые Мэри Краник обнаружили брошенные автомобили, тотчас начали поиски. Увидев стаю волков на бугре, решили, что случилось что-то ужасное, начали стрелять. Волки разбежались, и тогда обнаружилась женщина с новорожденным ребенком, прислонившаяся к дереву. Волки не убежали, они издали наблюдали, как люди переносят их подопечную в машину. «Они меня не забудут», сказала журналистам Мэри Краник. «Выберусь когда-нибудь с моим маленьким Биллом на то место. Я уверена, что они придут». Если бы не свидетели, обнаружившие Мэри в окружении волков, никто бы не поверил в эту историю. Лесники и охотники отказывали, комментировать этот случай. Им никогда не приходилось слышать о чем-то подобном. Они отговаривают женщину встречаться с кровожадными спасителями. Но Мэри Краник не слушает уговоров и ждет встречи.